МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На прошлой неделе были объявлены лауреаты престижного российского фестиваля Кинотавр. Жюри основного конкурса под руководством режиссера Алексея Попогребского признала лучшей картиной фестиваля фильм Натальи Мещаниновой «Сердце мира», в котором рассказывается о сотрудниках глухой тренировочной станции для охотничьих собак. Лучшим режиссером при этом признали Григория Константинопольского за ленту «Русский бес». А приз за лучший сценарий отошел команде Авдосии Смирновой за картину под названием «История одного назначения». Также можно выделить и ленту Ивана Твердовского «Подбросы», которой достались награды за лучшую женскую роль и операторскую работу. В прошлый четверг на 84-м году жизни скончалась великая советская и украинская постановщица Кира Муратова. Она дебютировала в режиссуре еще в 62-м году, сняв картину у крутого Яра в сотрудничестве со своим будущим мужем Александром Муратовым. Поклонники отечественного кино запомнили работы Киры Муратовой как образец честного, глубокого и трогательного кинематографа. Среди наиболее известных ее работ можно выделить такие фильмы, как «Короткие встречи», «Астенический синдром», «Три истории», «Настройщик» и другие. Эта неделя принесет поклонникам кинематографа достаточно много любопытных премьер. Прежде всего, это, конечно, сиквел культового мультфильма студии Pixar «Суперсемейка 2». Первая «Суперсемейка» вышла в широкий прокат почти 15 лет назад. Это был один из первых мультфильмов студии. Один из тех, что принесли ей известность и культовый статус. Он получил премию «Оскар» и весьма неплохо купил себя в прокате. В последнее время студия Pixar прикладывает достаточно много усилий по возвращению старых героев на экраны. Не забывая, впрочем, и об оригинальных проектах. Дошло дело и до «Суперсемейки». После событий первой части выяснилось, что в паре мистера и миссис исключительных именно последняя пользуется особым спросом у журналистов и поклонников. Мистеру исключительному приходится стать тихим семьянином и приглядывать за детьми, у которых тоже есть проблемы со своими суперспособностями. Однако при возникновении нового суперврага всем семейным неурядицам придется отступить на второй план. Вторую «Суперсемейку» снял один из самых значимых режиссеров студии Брэд Бёрд, на счету которого оригинальный мультфильм и картина «Рататуй». Также на этой неделе в широкий прокат выходит любопытный американский фильм, снятый Джеймсом Франко. Это футуристическая антиутопия, которая называется просто «Мир будущего». Судя по трейлеру, в этой технопанк-истории рассказывается о молодом человеке, который отправился в опасный путь за лекарством для своей матери. По дороге он встречает одного из последних существующих андрогинов-роботов в виде девушки Эш, у которой случается сбой программы, после чего она отказывается убивать парня. Теперь за этой странной парой охотится банда жестоких убийц. Эта картина привлекает внимание зрителей не только красивой и стильной картиной постапокалиптического мира, но и актерским составом. Пусть главные роли сыграли не самые известные Сьюки Уотерхаус и Джеффри Уолберг, однако на втором плане здесь засветились Джеймс Франко, Мила Йовович, Люси Лью, а также рэперы Snoop Dogg и Мэтт Эдмен. Наконец, стоит обратить внимание на совместный испано-болгаро-американский проект, снятый по мотивам жизни известного колумбийского наркобарона, который так и называется «Эскобар». Фильм поставлен по мемуарам журналистки по имени Верхиния Вальеха, которые назывались «Любить Пабло, ненавидеть Эскобара». Эта девушка однажды задалась целью взять интервью у могущественного наркобарона, во время которого отчаянно в него влюбилась. Таким образом, падение главаря наркомафии происходило фактически на ее глазах. Ленту «Эскобар» снял испанский режиссер Фернандо Леон де Араноа, имя которого пока не пользуется популярностью за пределами его родной страны. Чего не скажешь об исполнителях главных ролей. «Эскобара» сыграл Хавьер Бардем, а Верхинию – Пенелопа Кросс. В минувшую среду свои юбилеи отпраздновали сразу два известных в нашей стране актера. 75 лет исполнилось легендарному британскому артисту Малькольму Макдаулоу, а также свое 60-летие отпраздновал популярный российский актер Сергей Маковецкий. Малькольм Джон Тейлор родился 13 июня 1943 года в английском городе Литсе в семье бармена. В юности он работал у отца в пабе, но затем заинтересовался актерским искусством, прошел специальные курсы и начал играть в провинциальных театрах. А затем смог попасть в труппу Королевского шекспировского театра. Для творчества Малькольм решил взять девичью фамилию матери – Макдауэл. В кино он начал играть в конце 60-х, а уже в 71-м прославился на весь мир благодаря главной роли в ленте Стэнли Кубрика «Заводной апельсин». За последующие годы Малькольм Макдауэл сыграл более чем в 200 фильмах, среди которых такие хиты, как «О счастливчик», «Каллигула», «Асы в небе», «Цареубийца», «Гангстер номер один», «Артист» и другие. Сергей Васильевич Маковецкий тоже родился 13 июня, но в 1958 году в Киеве. Воспитывался матерью-одиночкой, которая работала на заводе искусственных кож. В школе учительница английского языка заметила в Сергее актерский дар и заставила его выйти на театральную сцену в любительской постановке пьесы Островского «Лес». После этого Маковецкий отправился в Москву и поступил в театральное училище имени Щукина. В начале 80-х он начал сниматься в фильмах на телевидении, а в Большом кино дебютировал в 83-м. Это была лента «Экипаж машины боевой». За последующие 25 лет Сергей снялся в огромном количестве заметных фильмов и сериалов. «Мать», «Про уродов и людей», «Русский бунт», «Брат 2», «72 метра», «Мне не больно», «12», «Ликвидация», «Дело гастронома номер один», «Бесы» и многие другие. В ближайшее время на экран выйдет новый сериал с участием Сергея Маковецкого «Годунов», где 60-летний актер сыграет Ивана Грозного. В Советском Союзе на протяжении многих лет единственным фильмом ужасов оставалась экранизация Николая Гоголя – «Вий». Однако ближе к концу 80-х, началу 90-х советским режиссерам стало позволительно экспериментировать и в жанре хоррор. Именно тогда на широких экранах примерно в одно время с Дракулой Франсиса Форда Копполы появился вампирский ужастик «Отечественного разлива» лента под названием «Пьющая кровь». Российский писатель, поэт и драматург Алексей Константинович Толстой в 1841 году, будучи еще молодым начинающим литератором, написал готическую повесть под названием «Упырь». В ней рассказывалось о дворянине по фамилии Руневский, который во время бала попадает на собрание упырей, оживших мертвецов в вампирском обличии. Вдохновением для Толстого послужила прочитанная им книга британского писателя Джона Полидори под названием «Вампир», а также личные воспоминания о пребывании в итальянском городе Кома. Повесть произвела приятное впечатление на литературных критиков, после чего писательская карьера Толстого пошла вверх. Через 150 лет эту повесть решил экранизировать известный советский режиссер Евгений Татарский, автор «Приключений принца Флоризеля». Сценарий по его просьбе согласился написать Артур Макаров, близкий друг Марины Влади, с подачи которого эта актриса и появилась в одной из главных ролей в фильме. Ирландский романист Брэм Стокер написал свой готический роман «Дракула» в 1897 году, спустя 56 лет после соответствующей повести Алексея Толстого. Книга стала бестселлером и визитной карточкой Брэма Стокера. За всю историю кинематографа было снято почти два десятка различных версий этого произведения. Однако многие кинематографисты сужали историю до кровожадных похождений вампира графа Дракулы, игнорируя разветвленную сеть сюжетных линий и персонажей. В итоге в начале 90-х с идеей снять нормальную, полноценную версию книги Брэма Стокера к режиссеру Фрэнсису Форду Копполе обратилась известная актриса Вайнона Райдер, которая пришла к постановщику чуть ли не со списком актеров, с которыми она бы хотела сыграть в этом фильме, оставив для себя роль возлюбленной графа Дракулы Мины Мюррей. Положительным результатом съемочного процесса картины «Пьющая кровь» режиссер Евгений Татарский во многом обязан исполнительнице одной из главных ролей Марине Владе. В связи с небольшим бюджетом ее нельзя было привлечь к съемкам за счет высокого гонорара, однако Татарскому удалось договориться с автором сценария Артуром Макаровым, что Владе непременно должна сыграть главную роль Екатерины Великой в фильме по другому его сюжету под названием «Последний роман императрицы». В итоге, окрыленная этим обещанием, французская актриса согласилась сыграть роль бабушки-вампирши и даже помогла найти инвесторов для съемок в настоящем итальянском замке. А ленту про Екатерину так и не сняли. Развал СССР надолго остановил в стране кинематографическую деятельность любого рода. Фрэнсис Форд Коппола, будучи одной из легенд Голливуда во время съемок «Дракулы», обладал бюджетом, размеры которого не идут ни в какое сравнение с лентой «Пьющая кровь». Благодаря этому в его картине сыграло множество звездных актеров, которых пригласили в проект, исходя из пожеланий Вайнон и Райдер. Гарри Олдман, Энтони Хопкинс, Киану Ривз, Ричард Грант и другие. Отдельной сложностью для Копполы стало создание визуальных эффектов, которыми он щедро снабдил те сцены, в которых появляется сам граф Дракула. Тени падают, куда им вздумаются, крысы бегают по потолку, а жидкость льется не вниз, а вверх. Все эти эффекты создал сын режиссера Роман Коппола, почти не пользуясь компьютерными технологиями. Ни о каком особенном ажиотаже вокруг выхода в прокат картины татарского «Пьющая кровь» говорить особо не приходится. Время было сложное, кинотеатры пустовали, да и некоторые критики решили отозваться об этом фильме негативно, пожурив режиссера за отсутствие постановочного размаха. А вот картина «Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы, разумеется, стала заметным событием в мире кинематографа. Больше 200 миллионов долларов в мировом прокате, три технических премии «Оскар» и восхищение критиков – вот что выпало на долю этой ленты. На сегодня это все. Смотрите кино. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова